добрый вечер всем сегодня у нас 18 сентября 2012 года я сейчас сам себя слушаю да я себя слышу это значит звук идет все нормально это будет такой небольшой короткий эфир чисто для чтобы вкратце рассказать о том что происходило сегодня сегодня у нас было воскресенье воскресенье в принципе это выходной венгрии соответственно делать особо нечего поэтому команды готовились к соревнованиям перепроверяли все свое оборудование вымачивали грузила для того чтобы они не пахли на свинцом и краской готовили оснастки рассматривали карты добрый вечер всем кто смотрит да да я знаю что у меня слышно потому что я сейчас более умно поступаю я просто параллельно на компьютере включая себя же и слушаю слышу я себя сам сегодня день начался стандартно в пол шестого утра подъем все сборники и за исключением меня снова поехали на водоем а я джад они все это шедур берусит ки энд бентайм кульках альма ледебер советом ли цары дота винч у дорог это я просто тут у нас подключается и вы это говорящие объясняем что от стрим у нас на русском потому что особых новостей как бы нет стандартный такой день без особых происшествий есть парочку вещей которые можно сказать мам привет короче команды поднялись пол шестого утра поехали на водоем снова смотреть есть там несколько участков которые не задействованы в соревнованиях и команды могут как бы в этих участках например там просто побросать грузила поработать коброй для того чтобы ну все-таки разработать мышцы чтобы не приехать на сами соревнования закрепощенными а уже быть готовыми как разогреты они там пока они там мотались я занимался своими делами вот потом команды приехали они поехали в хозяйственный магазин для тех кто не знает проблема этого водоема в том что у него в некоторых местах некоторых зонах берег очень крутой и фактически ринге команд они стоят под уклоном к воде иногда упал очень большим градусом соответственно забрасывать из таких секторов очень сложно то есть забрасывать конечно можно я опять же для тех кто не понимает иврит обращаюсь к тем кто иврит понимает что мы я попытаюсь как это было других на других чемпионатах делать стримы и на иврите тоже отдельно для улита говорящих вот так вот из-за этих проблем с берегом канты забросить можно но далеко забросить практически нереально и поэтому многие команды это на практически все они привозят собой специальные помосты которые разрешены правилами федерации эти помосты они ставят их как бы на срез воды практически создавая себе такую площадку на которой они могут сделать хотя бы шаг на горизонтальном положении и соответственно я очень важно этом водоеме есть места и нужен реально дальний запрос вот так как мы привести с собой такую помост не можем вы сами понимаете в самолет нас не никто не пустит поэтому и помосты ребята строят сами вот они сегодня ездили в хостовары непонятно почему вдруг он не сказал что у меня была потеря этого сигнала вай фай я надеюсь что я все же нахожусь в эфире я сейчас гляну сам на себя все нормально я себя вижу на себя слышу денис да я я я понимаю проблема с языком я постараюсь естественно это сделать но когда начнутся соревнования когда будет реально о чем рассказывать я постараюсь делать стримы на двух языках я понимаю что это будет сложно будет проблема со временем но взялся буду делать значит продолжают рассказ о том как это все было начать ребята закупили пиломатериалы закупили шурупы дрели у нас собой были пилы мы нашли в этом домике у нас там есть гараж где мы храним свои вещи там много было инструментов короче топоры и все тут есть вот и ребята фактически целый день сколачивали эти помосты причем вариантов как бы дизайна проекта помостов у каждой команды был свой поэтому получилось три совершенно разных помоста за разных о конструкции по принципу укрепления ну короче это будет очень интересно я даже сказал что мы надо сделаем конкурс на лучший помост который в итоге окажется идеальным с точки зрения именно работы чтобы выдерживали вес спортсмена чтобы позволяли ему делать нормальный заброс при этом не качаясь из стороны в сторону и не уезжая в водоем главное чтобы никто с него не нырнул потому что плавать запрещено вот поэтому целый день там работали с этими помостами остальные в это время опять же занимались подготовкой оснасток фото помостов естественно будут когда кстати опять же они уже есть на том же фейсбуке моих отчетах там где я выставлял фотографии сегодняшнего дня там есть можно даже увидеть помост и как их разрабатывать ну естественно как и как они будут выглядеть в реальных полевых условиях в это все увидите когда уже пойдут фотографии и стримы из зоны секторов вот остальные соответственно занимались прикормкой там где-то что-то варили где-то что-то смешивали короче алхимия стандартно карпов я естественно не буду рассказывать что варили что смешивали вот ладно я потом попрошу чтобы ребята сделали чертежей может быть даже в солидворде сделали двухмерные модели и мы их выставим выставим по поводу если помост рухнет да это вопрос хороший и ну я про такие случаи пока еще не слышал вот когда были сейчас тренировки в августе очень многие команды уже приехали с помостами но они как бы заранее готовы их только собирают на месте самая большая проблема это естественно а часть которая выступает над водой потому что нужны упоры которые будут уходить в грунт под водой и они должны достаточно хорошо держать помостка бы по вертикали чтобы не не утонули чтобы помост не ушел под воду плюс надо закреплять заднюю часть помоста для того чтобы при движении спортсмена вперед чтобы помост не поехал вперед вот ну ребята у нас все инженеры все строители и стольеры так что плотники я в них верю нас мигает цвет вот поэтому здесь их проверяли на прочность на них прыгали на них топтались на них дергались но как бы опять же здесь это не реальная ситуация естественно это чисто так испытания пред боевые ну посмотрим как это будет в бою и я посмотрел как рабу те же помосты как они были у других команд на тренировке но они не сильно отличаются единственно что многие помост они делают но не из дерева естественно достаточно тяжелые как бы помост из их вести с собой они делают из дюраля по поводу дождь пойдет носить по прогнозам не будет как раз дождей сильных и вообще дожди как таковых начиная со среды то есть возможно там мелкие какие-то дожди моросящие это не такие дожди как в израиле было два дня дождей и там в принципе насколько я понял грунт достаточно прочный и я думаю что все будет нормально короче мы все это увидим чем мы будем рассуждать раньше времени вот у нас сегодня случилась одна проблема дело в том что один из членов сборной вадим златкин он должен был лететь отдельно у него по работе не получалось эти с нами поэтому он как бы вылетал сегодня и он должен был взять машину в на прокат в аэропорту то есть как бы мы предполагали что нас будет три машины андрей привет что будет как бы два минивэн и будет один station потому что развозить команды по зонам двумя машинами это уже проверено опытом это очень тяжело потому что надо выгрузить полностью одну команду потом перевести ну короче это геморрой и лучше иметь три машины поэтому хотели мы предполагали что будет три машины в итоге получилась небольшая авария как оказалось вадим взял с собой просто дебетовую карту и он забыл что фирмы по прокату автомобилей не принимают к оплате дебетовая карта то есть оплатить машину можно даже через телефон то есть мог как бы я позвонить должны позвонить у меня просто бы вадим дал телефон работнику компании я бы ему продиктовал данные кредитки и сняли бы деньги с меня не без проблем но есть один нюанс все компании по прокату берут депозит то есть гарантию того что у них будут деньги в случае если мы машину разобьем гарантированно содрать штраф вот и вот именно вот эта дебетовая сумма которая депозит точнее который блокируется на кредитной карте на время ну как бы обычно на месяц они его блокируют потом его как бы просто разблокируют деньги в них никто не снимает они на счету остаются но для этого должна быть реальная кредитная карта типа виза mastercard а дебетовая даже при наличии на них достаточных сумм не работают в итоге машину вадиму не дали и пришлось прямо на ходу переигрывать все смотреть по google maps какие варианты ехать сюда потому что вы понимаете да буду пешт отсюда ехать больше двух часов это если без пробок все нормально то это где-то 2 где-то два с половиной 2 10 при этом ну и обратно столько же четыре с половиной пять часов дороги это очень тяжело поэтому мы нашли вариант с поездом должна была быть одна пересадка и вадим должен был уже вот сейчас до буквально сейчас приехать капошвар но с нашим еврейским счастьем поезд на котором ехал вадим опоздал и приехал на пункт пересадки позже на 10 минут и поезд на капошвар оттуда уже ушел короче вадим час застрял получится в получасе езды от нас и для того чтобы из а следующий поезд будет только в десять вечера понимаете ждать два часа поезда потом еще получится два с половиной часа ну блин в итоге миша гладкий наш улицкий сел машину с ним напросились хайкин и костик герсонский и они поехали за вадимом туда они заберут через час они будут здесь но все-таки сэкономия два с половиной часа для человека который так вымотан да нельзя и полетом и всеми этими перепитиями с машины вот завтра с 10 часов утра начинается точнее как очень внимательно читали правила не как бы почему-то оба проглядели о том что регистрация началась еще вчера точнее сегодня 18 числа она длится найдет два дня то есть с 18 по 19 число регистрация прибывающих команд и мы могли бы сегодня уже спокойно зарегистрироваться да как бы я еще скажу расстроились потому что сегодня прилетели южноафриканцы и так как у вова файнермана был для них какой-то там что-то он должен был передать мы решили к ним смотаться до них было ехать 7 минут по моему от нашего дома вот и мы к ним съездили а ничего не понимаю здесь у нас в доме есть вай фай и вроде бы он совершенно нормально работает сигнал очень хороший но похоже частная на слишком много наших ребят висят на этом вай фай и может даже смотрят мой стрим и соответственно как бы трафика явно тут не хватает и периодически просто меня отрубает так что у меня уже извините эти пропадания вот и как я начал гришь дом южноафриканцев он находится в 50 метрах от того места где проходит регистрация команд именно мы этого места проезжали сегодня как бы два раза получается туда и обратно ну вылетела из головы ничего страшного завтра с 10 часов утра можем опять подъехать регистрируется это в общем то формальная операция подтвердить что сборная прибыла на сколько человек чтобы проверить что у них есть списках все члены сборной вот если у них есть кейтеринг заказать кейтеринг для команд питания на время соревнований если есть дополнительные люди которые хотят пойти с нами на прощальный ужин то нужно за них отдельно заплатить вот и в общем то нам все регистрация заканчивается дают обычно пакет с документами с теми же правилами с картами города объяснениями всяких мест куда можно сходить что можно посетить и так далее ну такая вот и после этого в общем то все на сегодня на завтра но мы хотим еще зайти в соседний рыболовный магазин я не помню писала не ну и как бы я писал своих отчетах что у нас была проблема с кемпингом то есть с нарис палатками и всеми делами мы же не могли это собой вести поэтому в прошлый раз на тренировке мы снимали это оборудование в будапеште оказалось полный дрэк далее разбитые поломанные палатки короче в ужасном состоянии все было и люди были очень недовольны палатки крохотные были совсем в общем нам пообещала местная федерация помощь но случилось как всегда небольшая авария потому что для венгров русские имена это русские имена и поэтому когда к ним обратился еще один товарищ с русским именем они решили что это мы и они с ним с этим товарищем продолжили переписку и они ему оформили это снаряжение которое назначалось нам а в итоге оказалось что это казахская сборная то есть короче они то что обещали нам записали пообещали казахской сборной когда разобрались с этой ошибкой когда я наконец смогу объяснить женщин с которой общался которого зовут ливия что мы это не казахи хотя имена у нас русские там и тут попадаются но это не значит ему все с одной стороны она очень сильно расстроилась я так понимаю там был небольшой переполох у них магазине что как-то получилось а у них не было второго комплекта у него только один комплект про них пообещали изначально нам и в итоге дали казах вот так как это была их ошибка они решили пойти на такой нестандартный шаг они решили нам дать совершенно новое оборудование обычно не только то что начну для аренды а просто новое оборудование магазина то есть фактически то что у них лежит на складе на продаж с одной стороны мы где-то выиграли потому что команды получат все новое кровати и палатки стулья все а с другой стороны это конечно немножко дороже будет стоить потому что новое что делать вот но с другой стороны это женщина с которой общался она оказалась очень приятным человеком она нам очень много помогла советами у нас одна из проблем про которые писал это было как будет передвигаться тренером между секторами расстояние большие пешком ходить это ну один раз пройдешься и все ляжешь там где-нибудь по дороге а машина это тоже очень тяжело то нужно постоянно возвращаться к стоянке выезжать там нет прямого проезда между секторами запрещен то есть им надо выезжать на трассу по трассе объезжать большой кусок опять заезжать внутрь на стоянку очередную на очередную зону и так-то три зоны ну тоже вообще ужас но там где велосипедная дорожка вот и тренер там не заморочил голову он хотел электросамокат но как оказалось электросамокаты здесь в аренду не дает но ливия нашла нам электро велосипед чему тренер тоже искренне рад потому что хоть электро велосипед не надо крутить педали тяжелее конечно сидеть задница болит но все-таки это лучше чем ходить пешком и там велосипед на 100 километров батарея плюс нам пообещали еще одну запасную батарею еще на 100 километров так что тренеру катайся не хочу вот и поэтому завтра мы хотим пойти в этот магазин мы хотим поблагодарить женщину мы приготовили небольшой подарок из израиля вот потому что реально она очень хорошая тетка вот и там заодно может что-то на руки опять прикупит попадание в рыболовный магазин как вы понимаете это катастрофа как мы ездили вот к этому андрешу думали на 15 минут до через полтора часа с трудом оттуда всех вытащить вот ну ладно это нормальное явление пока у людей еще деньги вот они могут себе тем более что здесь получается реально намного дешевле плюс потому что вот уже у андреша в магазине нам делали 20 процентную скидку на все товары ну то есть как бы они и так недорогие от еще 20 процентов скидка ну короче а вот отрывался вот после этого в общем то все как бы на завтрашний день особо планов нет но поездки по магазинам надо докупить не газовую плитку для одной из команд у нас получилось что две есть одно не хватает соответственно россии будет покупать все что им надо в сектора там кому-то ведра кому-то лопаты кому-то не знаю что веревку народ захочет покупать продукты потому что как бы мы каждый день фактически ездим сегодня мы не ездили магазин за продуктами каждый день по низкий этим магазин за продуктами и благополучно их съедаем виталий спасибо большое всех вас тоже обнимаю кто смотрит так что народ пойдет тебя покупать мы тоже надо будет тебя покупать еду и не знаю как у нас будет возможность вообще питаться во время соревнований но команд скорее всего будет какой-то кейтеринг а вот нам надо будет думать мы будем возвращаться обратно убитые мертвые не знаю будут ли силы что-то вообще готовить поэтому скорее всего это будет стандартный сухпай то есть даже колбаса ветчина там хамон вот ну и у нас сухой закон да вот я сегодня очень сильно расстроил некоторых товарищей когда им южноафриканцы предложили пиво а я сказал и в это тоже алкоголь вот ну ладно как бы 24 числа после соревнований можно будет уже вечером расслабиться все в порядке ну в общем то как бы да это на текущий момент это вся информация ничего больше интересного нет фотографии я загружаю на фейсбук я стараюсь частично и грузить их и на форум от свой отчет я просто как бы дублирую делаю копипест между форумом и фейсбуком так что и там и там одинаковая информация кто следит на фейсбуке сможет видеть там я решил еще делать такую вещь как бы не всегда есть возможность сделать на прямой эфир это очень как бы затратное дело это нужно писать тему там короче намного проще снимать короткие видео и просто их забрасывать на на youtube а потом ставить ссылку на фейсбук или загружать уже на фейсбук вот такие небольшие какими видео у нас пока проблема потому что андрей из ты зайдешь на форум на из реформы со фишком то там как бы есть тема который называется чемпионат мира венгрии и в этой теме есть точнее то раздел да и в этом разделе есть тема которая называется состав сборной там есть состав с фотографиями можно посмотреть я не знаю кто приехал я просто знаю что то что мы видели да мы видели американцев мы видели юар видели ирландию лишь отландию помню но говорят что как бы достаточно много сборных уже здесь поэтому конкретно кто не знаю может быть спрошу завтра на регистрации ну по идее 28 стран записались и 28 форума должно быть по крайней мере автор 6 часам уж точно до конца регистрации вот так я говорю что я буду делать маленькие видео буду их забрасывать и проблема с невидимыми пока потому что не часто вот видео попадают что-то что тренер считает что нельзя это как бы публиковать до окончания соревнований например интернет меня уже достал здесь не знаю почему такая странная проблема вот я уже сбился на чем остановились ну короче с этими видео как я сказал что проблема в том что попадает какие-то прикормки или что-то еще что может выдать секреты нашей сборной поэтому поэтому они появятся уже потом после соревнований вот если там туда что-то попало если там ничего такого не попало и тренер как бы дал добро прошло видеоцензуру я их буду выбрасывать и как фотография на будет вот сейчас опять пару слов не витязь скажу а вот это видео за это вибрид 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 а что думаем вибрид они ассе квар что это хруппатхил в миом реви вентайм зараг вирусит пошута холиста калалай а та холликанес фейсбук открыт этот вновь танцеву вот ну в общем все на сегодня все сейчас приедет не сейчас там ну 30 приедет вадим едут ребята на на сядем чем-нибудь перекусим будем укладываться потому что завтра скорее всего 5 будем рано вставать чтобы заниматься всеми нашими делами все успеть что мы хотим вроде как времени кажется много но так она пролетает народ просто пулей и да погода была сегодня замечательная даже вот в районе где-то четырех-пяти вечера было плюс 21 а ночью вот наши ребята сегодня в 530 когда они вышли и 530 когда они поехали посмотреть снова на озеро было в районе 4 градусов тепла насколько я понял по прогнозу такая температура будет практически до конца турнира то есть днем может быть все таки будет тепло там плюс 15 20 но ночью реально будет холодно так что командам я желаю удачи и утепления там вот все на этом заканчиваем спасибо всем кто был с нами следите за новостями следите за эфирами всех вас обнимаю люблю спасибо за поддержку тоже очень приятно читать какие-то для ребят приятные вещи поэтому пишите побольше хорошего ребятам мотивация и хорошее настроение она на половина успеха очень как бы плохо когда команда подходит соревнованию в грустном состоянии поэтому мы стараемся шутить как вы те кто знает олега драмова знает что его шутки иногда бывают достаточно сложными для понимания и не всегда народ понимает что это шутка но глебу спасибо большое передам обязательно привет всем всем кто нас смотрит привет от наших ребят коллектив замечательный я говорю что вот я смотрю атмосфера сборной как бы прекрасная все как бы совместно работают мне нравятся эти вечерние часа те обсуждения на карте как они там все рассуждают где там фарватер водоеме но в общем-то на этом все спасибо большое еще раз всем до встречи следите за фейсбуком я не смогу заранее оповещать когда будет эфир и горешь привет тебе тоже спасибо тебе тоже привет от нас спасибо аксан в общем то просто следите вдруг появился ну повезло не появился не повезло если получится то завтра я наверное где-то в это же время тоже попытаюсь также с отчетом рассказать что про как прошел завтрашний день прикольно вот но дальше будет сложнее потому что вторник это 8 утра это первый брифинг капитанов это жеребьевка зон троек потом вечером будет жест на открытие чемпионата и я так понял здесь не проводят парад флагов есть просто на сцене на на выносят флаги я по крайней мере в этом в в правилах не видел не видел такого пункта как парад флагов по городу хотя может быть не знаю посмотрим а в среду уже с раннего утра на водоем жеребьевка 2 уже жеребьевка как бы конкретно по секторам ну соответственно поехали так что все всем спасибо и как говорится до свидания